Просматривая YouTube, мне часто попадаются ролики, где различные мастера или кто-то думает, что мастера и какие-то тренера, инструктора, кто угодно. Психологи, они пытаются помочь человеку как бы справиться с какими-то ситуациями. С одной стороны, я хочу сказать, что все кризисные ситуации в жизни человека абсолютно не случайны. Более того, они закономерны. Да, возможно, сейчас то, что я скажу, не понравится, но смысл того, что я пытаюсь донести, в том, что человек чувствует на себе сдавливание, тяжесть, жернова матрицы. Для чего все это? Для того, чтобы человек пробудился, для того, чтобы человек прорвался сквозь завесу сна, сквозь иллюзию, и чтобы истинный он, настоящий, абсолютный он, прорвался, освободился и стал собой, но будучи в этом теле, не покидая его, как утверждают очень многие философии или какие-либо религиозные течения. Что же для этого нужно? Очень важно подключать голос, очень важно с собой говорить. Человек может сказать, я не знаю, как говорить, раз. Второй человек может сказать, я не хочу слушать свой голос, мне это не нравится, мне не нравится, как он звучит. Поэтому я рекомендую, и это очень действительно целительный процесс, просто все, что вы думаете, все, что вы чувствуете. Вот идет у вас в голове какой-то кавардак, какая-то бракодабра, непонятные какие-то обрывки мыслей, мыслей образов, произносите это, просто начните слушать, что же вы говорите. И вы уловите тогда, что как строится ваша мысль, как строится мыслительный процесс, какие есть закономерности. Вы увидите, что как только вам надо будет что-то сказать, мысли начнут стихать. И это один из ключей, которые информационное поле прячет. Потому что, смотрите, многие, кто читали Кастанеду или различных других авторов, останавливайте внутренний диалог, ищите внутреннюю тишину, ищите внутреннюю пустоту. Ничего искать не надо. Дело все в том, что никакой пустоты с точки зрения как зафиксированного факта нет. Есть состояние промежуток между сущностным и образным. И человек, когда он обусловлен, он находится в образном. А ему нужно сначала обнаружить эту образность, обнаружить, как он себя в ней ведет, и как он это может сделать. Смотрите внимательно. Я часто приводила пример на вебинаре. Вот вы подходите к картине. У картины маленькая табличка с названием картины и автором. Что вы делаете? Вы подходите, читаете, она маленькая, вы приближаетесь к стене. И в дальнейшем я всегда задаю такой вопрос. А если вы вот на этом удалении, какое оно приблизительно от стены, можете ли вы, оставаясь на таком расстоянии от стены, рассмотреть всю картину? Естественно, ответ нет. И я задаю следующий самый важный вопрос. Что нужно сделать, чтобы рассмотреть картину в целом? И каждый, кто побывал на вебинаре, кто так или иначе взаимодействует в проекте, кого я веду, он безошибочно говорит, я делаю шаг назад. И вот это сакральный ответ. Дело в том, что когда человек делает шаг назад, у него начинает появляться видение картины целого, стратегическое видение обнаружения, сканирование ситуации. То есть он может очень многое заметить, только делая шаг назад. И еще один сакральный вывод, который я хочу действительно донести до каждого из вас. Информационное поле заставляет человека бежать вперед. Надо, 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 надо. Быстрее, 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 сильнее, сильнее, выше, дальше. И человек все время испытывает динамику подачи вперед. Он все время отодвигается от себя, убегая вперед. И зачастую вы могли тоже это видеть. Человек на смертном одре или незадолго до этого говорит, оглядываясь, а жизни как будто не было, потому что был бесконечный бег. Бег, запомнись, это отсутствие. Кто-то может сказать, ну что ж, сидеть, ничего не делать? Нет. На это тоже есть ответы, но они должны быть сейчас постепенно вскрыты самим человеком. Важно сделать шаг назад и обнаружить, что путь пролегает не вперед, а пролегает назад. Когда вы начинаете рассматривать, а что же происходит с вашим персонажем? Как он думает? Как он действует? Как он говорит? Куда он стремится? Почему он это делает? Чего он взял, что это именно так? Смотрите, человек открывает информационные источники, ему говорят, хочешь быть счастливым? Делай то-то, 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 то-то. И человек движен только вот этой идеей за получение счастья. Я не говорю, что человек должен быть несчастным. Но в какой-то степени, еще раз говорю, жернова матрицы неизбежны для того, чтобы пробудился и высвободился настоящий я, настоящее само присутствие себя, абсолютность себя. И без того, что жернова будут сдавливать, человек добровольно на это не пойдет. Итак, путь пролегает всегда, делая шаг назад. Находясь в наблюдении за своим персонажем, вы начинаете обнаруживать и персонажность, и эти программы, и зависимость от них. И самое главное, вы начинаете обнаруживать того, кто все это обнаруживает.